МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На календаре четверг, 8 февраля, в эфире на Бурайской обещательной кампании информационная программа «Объектив». В студии Альбина Бабкова. Коротко о главных темах выпуска. Евгений Куйвышев утвердил дорожную карту по переходу региона на энергоэффективные источники освещения в рамках стратегии развития до 2030 года. Подписи поставлены 7 февраля глава Новоуральской дирекции предприятий промышленного кластера. Общественная палата, руководители муниципальных предприятий и НИЯУМИФИ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Новоуральска. Остался всего один день успевать и принять участие в голосовании за общественную территорию, которая будет благоустроена в городе в текущем году. Проект «Комфортная городская среда» завершает первый этап. Они сражались за родину встречи ветеранов Великой Отечественной войны и школьников городского музея в память о Сталинградской битве. Евгений Куйвышев утвердил дорожную карту по переходу региона на энергоэффективные источники освещения. Переход на светодиодное освещение предусмотрен стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы и направлены в выполнение поручений президента России Владимира Путина по внедрению светодиодных источников света, энергосбережению и повышению энергоэффективности. Это одно из приоритетных направлений государственной политики в области энергосбережения. Такой переход обладает высоким экономическим и социальным эффектом. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, реализация дорожной карты позволит не только повысить потенциал энергосбережения региона, но и серьезно сократить расходы областного и местных бюджетов на освещение улиц и социальных учреждений. Средства, которые будут высвобождаться в результате этих мероприятий, можно будет направлять как на дальнейшую модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, так и на самые востребованные социально значимые проекты. Кроме того, светодиодное освещение максимально экологично. Его повсеместное внедрение будет способствовать сохранению окружающей среды. Дорожная карта будет осуществляться с привлечением частных инвестиций в рамках энергосервисных контрактов государственных и муниципальных учреждений. В продолжении темы стратегии социально-экономического развития, но уже на местном уровне. Эффективное консолидированное взаимодействие на благо жителей округа. Общая стратегия социально-экономического развития прописана в соглашении о сотрудничестве между органами местного самоуправления, промышленными предприятиями Новоуральска, ресурсоснабжающими организациями и высшим образовательным учреждением города, технологическим институтом НИЯУМИФИ. Мария Антонова с торжественной церемонии. Девять подписей, девять сторон соглашения. От лица муниципальных властей Александр Баранов, глава Новоуральского городского округа, Михаил Денисов, председатель Думы, Татьяна Кулешова, председатель общественной палаты. Промышленный кластер представляют генеральные директора. Александр Белоусов, акционерное общество Уральский электрохимический комбинат, НПО Центратех, исполняющий обязанности гендиректора Александр Павилонец, акционерное общество Центр по обогащению урана Андрей Колесов, Тарас Крокос, Атоммашкомплекс УЭХК. В этом году участников консолидированной группы стало больше. Свои подписи под документом поставили Юрий Сергеенко, директор ООО Новоуральские городские электрические сети и руководитель НТИ НИЯУМИФИ Сергей Зиновьев. Мы гордимся нашими передовыми предприятиями и мы все хотим, чтобы наши предприятия города развивались, чтобы жители нашего города чувствовали себя комфортно, безопасно, уютно в нашем любимом городе. Социально-экономическое партнерство – эффективная форма взаимодействия различных структур округа, позволяющая Новоуральску реализовывать проекты в различных сферах. Это соцподдержка населения, благотворительная деятельность и единое коммуникационное пространство. Безусловно, это положительный пример межмуниципальной кооперации для достижения общей цели – устойчивого развития округа и формирования положительного имиджа Новоуральска. К примеру, в прошлом году в рамках соглашения в русле вектора информационной открытости было организовано множество экологических, образовательных и пресс-туров на промышленные площадки. В частности, журналисты со всей Свердловской области заглянули в святая святых у ЭХК и увидели не макет, а настоящую газовую центрифугу. Информационная у нас сейчас политика тоже во взаимодействии, потому что проводятся и круглые столы, и встречи. Мы обмениваемся мнениями и информацию получаем с этих предприятий. Очень здорово, что сейчас проводятся технологические туры на комбинаты, на другие площадки. То есть это не только для жителей, граждан, но и для наших детей. То есть учащиеся тоже смогли посетить. И вот это все в таком публичном отчете, как раз по этому соглашению тоже есть. Кроме того, комбинат неизменно выделяет большие средства на благотворительность и реализацию проектов в сфере культуры, образования, спорта. Мы всегда были, остаемся и будем социальными партнерами. И комбинат выступает всегда в одной команде с городом в реализации всех социальных программ, будь то там делаем для города, будь то в школу Росатома и много-много других. Для нас это очень важно, чтобы мы именно работали в тандеме. Безусловно, все участники соглашения вносят свою лепту в социально-экономическое и инфраструктурное развитие Новоуральского городского округа. Подробнее об этой новоуральской практике консолидировано взаимодействие. Расскажем в понедельник, 12 февраля, в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Остался всего один день. Успевайте принять участие в голосовании за общественную территорию, которая будет благоустроена в городе в текущем году. Напомню, из 12 предложенных территорий на данном этапе горожане выбирают три. Голосование по проекту «Комфортная городская среда» продлится до 9 февраля. Проголосовать можно несколькими способами. В социальных сетях запомнить опросный лист и отправить его на электронную почту или же опустить анкету в специальный ящик. Эти ящики находятся в девяти точках. Городской совет ветеранов «Фурманова-21а», Центр общественных организаций «Комсомольская-21», ПОНПУХК «Ленина-13», Администрация округа, Городская библиотека «Фронзе-13» и Расчетно-информационные центры по адресам «Ленина-12», «Советская-9а», «Корнилова-9», а также в сельских населенных пунктах село Тарасково, улица Ленина-45. Установили и дополнительные ящики в детской библиотеке и на Держинского-4 в объединенном комитете профсоюза «123 УХК». Далее разработают проект, а уже 18 марта на повторном голосовании за объекты комфортной городской среды будет выбрана одна территория, которую в итоге отремонтируют. Горожанам предлагают не быть в стороне и принять участие в развитии округа. Сегодня Общественная палата округа провела очередное заседание. Главный вопрос – формирование отчета о деятельности этого органа, а также прием граждан и внесение предложений в законодательные акты, организации проведения различных социально значимых акций в городе и еще много других направлений работы, где на благо Новоуральска трудятся участники Общественной палаты. Подробности далее. Летом 2017-го, сроком на три года, особой процедурой было выбрано 24 представителя Общественной палаты. Главным координирующим органом в палате является ее совет. В него входят самые авторитетные общественники. В годовом отчете рассказано и о его деятельности. Совет Общественной палаты рассмотрел больше 150 вопросов на 12 своих заседаниях. Сама Общественная палата, вот наше заседание, круглые столы, то есть вот тоже в отчете прописано, что мы провели вот пятый форум по профилактике алкоголизма и наркомании. Мы подписали соглашение, которое, как вчера, тоже было, между органами местного самоуправления, Общественной палатой и предприятиями промышленного нашего кластера, как мы назвали. У нас было такое объемное мероприятие. Мы в виде технологического тура на Уральский электрохимический комбинат и на другие предприятия, которые связаны с его деятельностью. В рамках Общественной палаты работает четыре постоянных комиссии. Из их названия понятно, какой перечень вопросов обсуждается. И так как государство наделило Общественной палатой муниципалитетов функцией общественного контроля, комиссии работают и в этом направлении. У нас почти в каждой вот этой постоянной комиссии звучит, что постоянная комиссия по общественному контролю за медициной, значит, за органы местного самоуправления, по бюджету, вот у нас бюджетная комиссия, по предпринимательству, она вот комиссия, у нас есть комиссия, раньше она называлась по образовательной деятельности, контроль, сейчас мы ее как бы расширили, она по социальным вопросам, то есть вот Шабаков Дмитрий Викторович ее возглавляет, и комиссия вот по медицине, потому что у нас вопросы медицины в нашем городе стоят на первом месте, поэтому мы вынуждены даже были создать эту комиссию, и хотелось бы сказать, что вот у нас уже запланировано на апрель месяц очередной либо круглый стол, либо публичное слушание по медицине. В рамках сегодняшнего заседания участники общественной палаты обсудили и вопрос о восстановлении памятника героям революции. С такой инициативой выступил депутат городской думы Дмитрий Неконоров. В конце 80-х годов руководство города планировало установить памятник напротив вокзальной проходной. Он был даже изготовлен и привезен в город, но установлен не был. Заслушав главного архитектора города Светлану Макарову о сложностях в восстановлении памятника героям революции, общественники решили в первую очередь предложить Думе рассмотреть возможность благоустройства территории, где уже есть монумент, посвященный погибшим красногвардейцам. Вот эту тумбу в благородии, чтобы она все равно явилась как бы напоминанием о гражданской войне, и поставить действительно входную группу. Участники общественной палаты, активные горожане, которые всем сердцем болеют за Новорольск. С каждым годом обращений в палату от обычных жителей становится все больше. А это значит, что горожане доверяют этим людям и видят плоды их деятельности. Никита Евсеев, Дмитрий Орлов, Новорольская вещательная компания. Помним и гордимся. Сталинградская битва – одна из крупнейших Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943. 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. В городском музее в честь этой памятной дате собрались ветераны Великой Отечественной и учащиеся гимназии 47. В теплой обстановке ветераны, живые свидетели тех времен делились воспоминаниями, а ребята приготовили для них небольшие подарки. Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. Она положила начало к коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. На отдельных этапах в боях с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более 2 тысяч самолетов и такое же количество танков. За время Сталинградской битвы вермахт потерял четверть своих сил, сосредоточенных на Восточном фронте. Его потери убитыми, пропавшими без вести и ранеными составили около полутора миллионов солдат и офицеров. Живых свидетелей битвы за Сталинград остается с каждым годом все меньше. Встреча с ветеранами – это уникальная возможность услышать правду о тех временах. Школьники задавали им вопросы, как удалось сохранить боевой дух, веру в победу и побороть страх за свою жизнь. Спросила эту девочку, откуда у нас силы брались. А, видимо, силы брались от того, что мы очень любили свою родину. И все мы почему-то были охвачены таким патриотизмом, что мы готовы на все. Новоурайские ветераны и сейчас активны и полны бодрости, не чита некоторым молодым. Они занимаются физкультурой, спортом, ведут активную общественную жизнь, трудолюбивы и все так же полны веры и любви к своей родине. Они с радостью встречаются с подрастающим поколением и рассказывают свою историю войны. После того, когда наша армия захватила плацдарм на Крымском берегу, это в декабре месяце, на Новый год, на 31 декабря, нашу часть отводили на отдых на Украину. И в этот период, как раз под Новый год, я заболел, потому что проходил там этот Севаж, это залив Азовского моря, мне переходить более 50 раз. Специалисты утверждают, что нынешние поколения очень плохо, к сожалению, знают историю Великой Отечественной войны. Даты, имена, события, подвиги. Такие встречи как раз и призваны устранять пробелы в знаниях, ведь никакие учебники не заменят общение с живыми свидетелями тех времен. Я уже представляю эту картинку как вживую, и вот мне реально как-то вот, я очень благодарна им, потому что это было страшно, сложно. Я думаю, что ими можно только восхищаться и брать пример, потому что, ну, это вправду подвиг. Это, можно сказать, прикоснулся к истории, ну, вот, это люди, которые видели историю, которые видели войну. Ребята преподнесли ветеранам небольшие подарки, сделанные своими руками и цветы, а также прочли трепетные стихи, которыми и сами прониклись. Когда в тишине вы читали письмо, лишь в мыслях представив родное лицо, спасибо за силу в той лютой войне, и за человечность спасибо вдвойне. Сейчас, преклонившись пред вашей слезой, спасибо, скажу вам с открытой душой, за то, что на свете свободно душу, под гнетом фашистов, что я не живу. Минимальный размер оплаты труда будет приравнен к уровню прожиточного минимума. И произойдет это не с 1 января 2019 года, а с 1 мая 2018. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты Государственной Думы. Депутаты проголосовали за него единогласно. Законодательную инициативу внес в Думу президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в июле прошлого года размер МРОД был поднят до 70% от прожиточного минимума. Еще раз он был увеличен с 1 января 2018 года. А уравнять эти показатели планировалось еще через год. По словам президента, вопрос об ускорении этого процесса поднял на недавней встрече с ним глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Размер МРОД сейчас составляет 9489 рублей. Это 85% от прожиточного минимума. Если закон примут, то с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен 11163 рублям. Повышением МРОД коснется только 3 миллионов человек, из которых 1,5 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Полет фантазии и детские воспоминания в одном флаконе. Мечта юных художников сотворить сказку стала реальностью. В рамках фестиваля искусств в январские вечера открылась выставка в филиале детской библиотеки. Подробности Ульяны Скрыгиной. Как попасть в сказку? Где встретить любимых персонажей? Ответы на эти вопросы знают учащиеся детской художественной школы Новоуральска. Они с удовольствием взялись за создание работ к детскому всероссийскому фестивалю искусств «Январские вечера». Он проходит уже в 12-й раз во многих городах страны. Новоуральск присоединился к нему в четвертый раз. В этом году в центре внимания оказалась сказка «Гадкий утенок Андерсона» и знаменитое произведение итальянского писателя Джани Радари «Джельсамина в стране лжецов». Торжественное открытие творческих работ состоялось в филиале детской библиотеки. «Когда вы закончили монтаж и я вышла и шла в этой галереи, вы не представляете, сколько чувств я испытывала. Потому что я библиотекарь, я не художник, но библиотекарь в душе тоже художник. Библиотекарь чем может быть? Он когда читает, он сюда представляет». Ребята воплотили на бумаге, какой они представляют себе страну лжецов и изобразили полюбившихся персонажей. Показали гадкого утенка с разных ракурсов. Может быть, у него уже в детстве были повадки прекрасного лебедя. Живописцы в процессе создания работ не раз обращались к полюбившимся сказкам и пропускали их через себя в своем творчестве. Чтобы освежить в памяти сюжеты и сведения об авторах произведений, сотрудники библиотеки предложили ребятам пройти квест. Юные художники разгадывали тематические кроссворды, вспоминали имена героев, биографии авторов и сами пробовали себя в роли писателей. Если вы четко не помните биографию Джани Радари, она можно посочинять самим. Может быть, это получится и правдоподобно, а может быть, это получится и смешно. То есть, все вам, все карты в руки. Любимые детские книги не только воспитывают, заставляют верить в лучшее, но и вдохновляют творить чудеса своими руками. Выставка пробуждает интерес к старым сказкам. Быть может, стоит перечитать их и взглянуть на истории свежим взглядом. Ульяна Скрыгина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Буквально через несколько минут смотрите в нашем эфире программу «Грани». Дом-интернат, день сегодняшний. Как живут пожилые пациенты после реструктуризации учреждения? Узнаем далее, не переключайтесь. А на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин